МАРТ Заводское шоссе Стараясь не задеть за колючую проволоку, Игорь перебросил Лёхе сумку После этого накинул на шипы ватник И перебрался через стену Потом они перешли через Кировский мост И долго шли молча до площади И свернули во дворы, скрываясь от лишних глаз и ветра Мою бабайку затоптали в грязь И олимпийка порвалась Я выпил вермута, почти стакан Я шантропа, я фургоплан Апрель, улица свободы, яркое солнце топило снег Сугробы растворялись и исчезали на глазах Превращались в сверкающие потоки И исчезали под колесами, неспешно двигавшихся по улице троллейбусов Все это должно было сопровождаться веселыми птичьими голосами и голосами детей Но там, где сидел Леха, в милиции было тихо Отсюда до Лехиного дома всего несколько минут небыстрым шагом Окно комнаты, где он сейчас сидел, выходило на Воронежскую Он даже пару раз подходил к нему и дергал за ручку Рамы безнадежно сохлись и скрипели От окна шел жар Перед глазами становилось темно Во рту ссыхалось И Леха отступал Часов в маленькой комнате не было Только три стула вдоль стены и две закрытых двери На одном из стульев лежала брошюра Ленина Задачи союзов молодежи Леха несколько раз брал ее в руки Один раз чисто механически А второй, чтобы почистить уголком грязь, застрявшую под ногтями Все плохие мысли о предстоящем допросе он уже передумал Платину еще вчера успел отдать Игорю Перед этим сказал матери, что пошел чинить бачок Старательно протер каждый слиток И сложил в подкладку пальто По три с каждой стороны После этого смывал несколько раз бачок для виду А потом вышел, держа в руках отяжелевшую одежду Стратегия поведения на допросе была готова для любых случаев Все отрицать, не говорить лишнего Игоря увели на допрос уже давно Это несколько настораживало и пугало Говоря о фурагах, это, конечно же, темная сторона безымянской истории Немного, когда как раз все производство начинает затухать Когда заводы еще не всем это ясно И это хорошо видно в перспективе исторической А в моменте это еще непонятно Но заводы уже не так работают, как работали в 50-60-е Все это начинает скатываться потихоньку вниз Вместе со всем государством И вот, собственно, так примерно и рождаются фураги Как форма такого невысказанного протеста Даже не до конца осмысленного Когда государство говорит себе, что ты гегемон А ты видишь, что люди из центра живут лучше И одеваются лучше А все, что тебе остается, это бесконечная работа За небольшую зарплату на заводе И вот эта молодежь, это первое поколение людей, которые здесь родились Которые не приехали сюда, как все абсолютно Потому что коренных безымянцев Это вот первые коренные безымянцы первого поколения, собственно Выросших здесь и другого места никогда не видевшего Вот, и вот здесь тогда рождается такая вот форма протеста Июнь, улица Победы Жара плавила Победу Сквер ДК 9 ГПЗ простреливался солнцем насквозь Лето чувствовалось сквозь тонкую подошву ботинок Прилипший к телу рубашкой и каплями пота из-под фурак Молодые, недавно посаженные елочки и березки торчали между дорожек Едва покачивая ветвями в отсутствие заметного ветра Рядом кто-то посадил конский каштан Тени эти деревца не давали И было непонятно, как они сами смогут вырасти И не зачахнуть среди такой жары на высохшей земле возле асфальта Женщина сверху поливала эти деревья и газон из шланга И капли, кажется, испарялись, не долетая до земли Фураги дошли до полутьмы под аркой И, не сговариваясь, остановились у границы света и тьмы «Ты здесь, что ли?» – спросил Цыганков Его глаза за неделю после увольнения глубоко запали «Здесь», – ответил Ренат и уронил пачку Радопи «Не нервничай, не ты идешь» Одним видом отметая все подозрения, сказал Игорь «Ждите на лавке, на всякий случай И не борзеете тут у меня, ведите себя спокойно» Дал он последнее наставление остающимся ждать на лавке Леха и Игорь вошли в подъезд И начали нелегкий подъем по высоким ступеням узкой лестницы Солнечный свет едва пробивался через пыльные вытянутые окна На третьем этаже они остановились и стерли выступивший из-под фураг пот Безымянка заводская самостоятельно совершенно Она и планировалась, как и «Металлург» планировался отдельным местом Так, ну, чуть позже, но тем не менее Заводским, так и безымянка А здесь все связано с заводом У каждого завода есть своя территория, за которую он отвечает И это абсолютно город в городе Просто безымянцу не нужен центр Просто потому что, а зачем здесь, если здесь и здесь все есть И, соответственно, человеку из центра исторического Не нужно ехать на безымянку Потому что ему это тем более не надо Потому что он на заводе не работает Инфраструктура очень продуманная Со всеми кварталами, школами, детсадами, магазинами, универмагами Кинотеатрами, столовыми Все это задумано и работает до сих пор, что удивительно И просто человеку из безымянки не нужно уезжать И человеку из центра не надо От этого рождается, естественно, и противостояние Как классовое, так и вполне себе географическое И забавно, что в современности все это все равно остается Хотя и заводчан уже как таковых нет И быков у тех не осталось Но и расстояние, в общем-то, ничего не значит Есть и на Каинском метро даже построили до города И на такси ты можешь доехать за 15 минут до любой точки Но, тем не менее, вот это все равно противостояние остается Уже, конечно, не в реальности И не в инфраструктуре Это чисто в понимании Оно перешло на уровень таких вот городских легенд Менталитет, мифов, чего угодно Август, Нагорное Солнце едва пробивалось сквозь облака Ровным белым потолком, висевшее над безымянкой Но все равно слепило Алехины глаза Алеха быстро шел и курил папиросу Кашлял по дороге Наконец, выбросил папиросу, не докурив до половины Будильник стоял у него на 10 минут шестого Когда он уходил, была половина И за полчаса он должен был успеть Недосып менялся с раздражением Отпуск из-за исправительных работ был не положен Хотя бы в конце лета его очень хотелось Поэтому ценность выходных повышалась в разы И было очень обидно вставать рано В свой выходной день Леха перебежал пустую в этот час улицу И пробрался через пролом в стене На территорию психиатрической больницы Заделанной арматурой И снова расшатанной многочисленными посетителями Когда-то этот лаз был официальным входом И изменить теперь этого ничто не могло Там он прошел мимо здания из красного кирпича По асфальтовым тропинкам мимо корпусов Где никогда не гасят свет Успел, подумал он, сев на скамеечку перед корпусом Где обычно дежурила мать А вот закурить не успел Увидел, что мать идет по тропинке Вместе с мужчиной в пижаме Оба с занятыми руками Леха взял из рук мужика Две плотные матерчатые сумки По две двухлитровые банки В каждый Мужик застенчиво улыбнулся И обнажил рот без единого зуба Поедешь в Москву Скажи, что я здесь Попросил он Леху Леха смущенно ответил Ладно, скажу Я думаю, в истории кроме моих книг останутся и другие источники Поскольку официальный миф это как раз вот Он парадный очень Очень бравурный такой Всегда у любого района будет парадная история Со стороны, как она создавалась Это, собственно, одна часть истины Мои книги это другая часть истины Человек, который захочет в далеком будущем узнать о районе Он, думаю, взвесит Посмотрит и на те источники И на художественные произведения И это вполне нормально Исторически такое То есть, я думаю Мои книги явно не являются из исчерпывающей Или там энциклопедии Безымянки Это такой еще один взгляд на вещи И думаю, так оно и сработает Ноябрь Улица Нововокзальная По вечерам На дорогах уже замерзали лужи Скоро над Безымянкой пройдет снег И начнется зима Леха не рассчитывал ее увидеть здесь После Нового года он будет уже в армии Ребра у него еще немного болели Ушибы переливались сине-желто-зелеными цветами Но Леха уже вовсю бегал в милиции Вот-вот должны были дать справку Об окончании исправительных работ Военкомат требовал медосмотра А на заводе еще должны были сделать Целую кучу бумаг Бессмысленные документы Очереди Комиссии Бесконечные кабинеты Сидения в очередях И уставшие от осени лица Время, казалось, потеряло всякий порядок Медленно растягивалось В ожиданиях К концу месяца летело слишком быстро Бесконечные походы по кабинетам Стерли все представление о реальном и нереальном Старое состояние еще не исчезло А новое почти не наступило Об этом говорилось и в документах Которые лежали в папке Той самой, которую Леха всюду носил с собой В них, в этих документах Черным по белому было написано Кто он и кем больше не является Он призывник, фрезеровщик первого разряда Сын и брат А также хулиган Прошедший два года исправительных работ Микрорайон в натуре поменяло Найду себе я новую марийку Бабайку в чистой луже постираю И починю в натуре олимпийку С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин